здравствуйте в эфире программа о чем говорят выборы в государственную думу и областной парламент об этом будем сегодня говорить тем более что завершаются выдвижение кандидатов и уже не за горами регистрация мой собеседник член избирательной комиссии с правом решающего голоса стана владимировна симонова здравствуйте большое спасибо что пришли и так действительно завершается выдвижение скоро регистрация вот давайте об этом да у нас сейчас очень активная пора работы в избирательной комиссии на данной избирательной кампании как вы знаете у нас областная избирательная комиссия также осуществляет полномочия еще пяти окружных комиссий поэтому к нам приходят на выдвижение кандидаты нескончаемым потоком я бы сказал по выборам в губернатской думку нам приходят представители политических партий они выдвигают списки кандидатов у нас 12 июня закончился период выдвижения для самовыдвиженцев вот у нас соответственно по госдуме на территории пяти округов выдвинуто 9 самовыдвиженцев если говорить про активность политических партий то в период данной избирательной кампании партии проявляют очень большую активность на федеральном уровне в россии проведено 24 съезда политическими партиями вот в данный момент период выдвижения представления списка со центральной избирательной комиссии тоже закончилась соответственно вот 21 политическая партия представила документ в центральную избирательную комиссию сейчас эти документы рассматриваются оценивать центральные избирательные комиссии у нас еще на выбора губернат Этот период продолжится до 22 числа. Мы ведем прием документов от политических партий, которые представляют списки кандидатов в наш областной парламент. Ну и ведем также прием документов от кандидатов, которые выдвинуты политическими партиями по одномандатным округам. Этот процесс закончится у нас 23 числа. И когда у нас начинается регистрация? И, в принципе, уже сейчас по Госдуме те кандидаты, которые выдвинулись, начинают представлять документы на регистрацию. Этот процесс уже идет по Госдуме, по губернтской думе. Он начнется с 24 июля. Ну, насколько я знаю, этот процесс всегда сопровождается какими-то перипетиями. Поэтому, насколько я понимаю, консультации ежедневно все равно проходят. В еженедельном формате у нас идет консультирование участников избирательного процесса. К нам достаточно активно приходят и политические партии, и кандидаты. Ну, в основном это, скажем, те участники избирательного процесса, которые не обладают достаточным опытом. Поэтому им хотелось бы каждый свой шаг спроводить определенным консультированием со стороны. Лучше пусть проконсультироваться, чем потом будут воевать. В том числе и по форме подписного листа, и по порядку сбора подписей. Потому что у нас на выборах в Госдуму, как известно, 14 политических партий освобождены от сбора подписей. Но, тем не менее, помимо этих 14 политических партий, есть еще те участники, не освобожденные от сбора подписей, но которые также захотели попробовать свои силы в период этой федеральной избирательной кампании. Поэтому для них сейчас на самом деле самый острый вопрос. Это действительно собрать подписи с тем, чтобы этот процесс для них прошел. Процесс регистрации максимально гладко, без негативных последствий в виде отказа в регистрации. Хорошо. Насколько я знаю, особенно актуальны вот эти консультации по вопросам агитации. Да, у нас... Сейчас тем более пристальное внимание и к региону, и у нас тут... И еще это связано, наверное, с тем, что мы к этому избирательному циклу подошли с достаточно такими серьезными изменениями в плане требований к порядку проведения предвыборной агитации. Сейчас у нас уже агитационный период начался, причем изменения коснулись и... Это новые правила. Новые правила, да. В том числе, например, для политических партий. Если ранее считалось, что для нее агитационный период начинается с того момента, когда она представила документы в избирательную комиссию, то теперь федеральный законодатель сменил акцент. Для нее агитационный период, то есть период, с которого определенные ограничения начинаются, прежде всего связанные с тем, что все расходы, связанные с проведением агитации, должны быть оплачены централизованно только через специальный избирательный счет, через избирательный фонд. Теперь этот период связан с проведением партийного съезда, конференции, то есть того мероприятия, на котором политическая партия коллегиально принимает решение о выдвижении кандидатов по одномандатным округам, либо списка. То есть меняются как бы сроки проведения. Да, он более ранний теперь для них. Для кандидата у нас по-прежнему остался, как и ранее, с момента представления документов на выдвижение, когда кандидат приходит лично к нам в комиссию, либо в соответствующую окружную комиссию, и заявляет о своем желании принимать участие, подавая заявление о согласии баллотироваться. Но, наверное, основное изменение коснулось даже не этого. Основные изменения произошли в части содержания агитационных материалов. То есть федеральный законодатель сменил определенные акценты еще и в том, что сейчас запрещена такая достаточно распространенная практика, когда кандидаты пытались, в том числе, наверное, заручиться больше поддержкой избирателя тем, что приглашали в свои агитационные материалы известные личности, известных спортсменов, актеров. И заручившись их поддержкой, они в том числе опосредованно получали... Олимпийских чемпионов, артистов, и так далее. Вообще, в принципе, кого бы то ни было, кроме изображений своих кандидатов. То есть теперь у нас кандидаты, которые идут по одномандатным округам, в своих агитационных материалах, не вправе использовать изображение каких-либо посторонних лиц. Что касается политических партий, то партии разрешено использовать изображение тех кандидатов, которые партия выдвинула в составе списка, либо по одномандатным округам, но не более. Опять-таки без звездных гостей, как говорится. Да, абсолютно. То есть обоснование этих изменений, оно было связано прежде всего с тем, что кандидатам и партиям, когда они выдвигают кандидатов, необходимо стремиться к тому, чтобы повышать узнаваемость самих кандидатов. Самих себя. То есть избиратели должны понимать, за кого они голосуют, и узнавать в конечном итоге избранных в результате выборов депутатов. Депутат, кандидат, а потом и депутат должен быть узнаваемым. Насколько я вообще понимаю, агитация, в принципе, она уже началась, только в СМИ ее не видно. Да, агитационный период в СМИ пока не начался. Пока еще рано. Рано, за 28 дней. Это тоже традиционный абсолютно срок. Ну и, естественно, у нас, как и на всех избирательных кампаниях, тем кандидатам, которые пройдут регистрацию, те политические партии, чьи списки кандидатов будут зарегистрированы, им будет предоставлено и бесплатное печатное площадь, бесплатное время. Есть и платное время, и бесплатное. Достаточно большой объем у нас при этом на этих кампаниях. Вот если посчитать, у нас телеканалов и радиоканалов, у нас три телеканала, да, и четыре радиоканала. Итого семь таких вот дополнительных возможностей для кандидатов и партии повысит свою узнаваемость. И на каждом из них по 10 часов эфирного времени бесплатного будет распределяться по тем правилам, которые у нас содержатся в законе. В принципе, довольно-таки достаточно, я считаю. Хорошо. Насколько я понимаю, и СМИ начинают готовиться к началу агитации уже. Готовятся к жеребьевке бесплатного, платного эфирного времени. Да, для каждого средства массовой информации это тоже такой достаточно серьезный ответственный период, потому что необходимо провести жеребьевку, чтобы она прошла в строгом соответствии с законом, не были нарушены права партии, кандидатов. Надо сказать, что и избирательное законодательство теперь содержит более конкретные требования к тому, каким образом телерадиокомпании, печатные издания проводят информирование. Избиратели теперь закон напрямую прописывают, что такие виды действий, что можно и нельзя. Можно, в том числе, например, брать интервью с кандидатом, размещать в своих изданиях в рамках эфирного времени. Это не будет являться агитацией, если не перейдя на определенные грани, и те материалы, которые выходят в эфир, не содержат признаки предвыборной агитации. А что нельзя? Телеканал, нельзя заниматься агитацией, опять же. Нельзя выпускать те материалы, которые содержат признаки предвыборной агитации. Но это до определенного числа? Вообще, в принципе, никогда. Вообще, в принципе, никогда, потому что то эфирное время, ту печатную площадь, с которой газеты, телерадиокомпании предоставляют кандидатам, это то, что предоставляется либо за деньги, либо безвозмездно, но вот в результате жеребьевки. А самостоятельно инициировать какую-то деятельность, связанную с проведением предвыборной агитации, представители средств массовой информации не имеют. И плюс ко всему, у нас, как и прежде, содержится три таких вот железных правила относительно того, каким образом должно осуществлять информирование. Потому что на средствах массовой информации лежит очень ответственная и очень важная задача по доведению до избирателей информации о проводящихся выборах. Потому что без этой информации избиратель очень сложно будет ориентироваться вот в информационном поле. И поэтому закон, как и прежде, формулирует три жестких правила. Та информация, которая выходит в эфир, либо на страницах печатных изданий, должна быть объективной, она должна быть достоверной, она не должна нарушать равенство партии и кандидатов. Эти правила, они не подвергались изменению на протяжении уже длительного времени. И это, скажем, три правила, которым должны все представители СМИ руководствоваться, когда они определяют, что они выпускают в эфир, что выходит на страницах их изданий. Хорошо. Аккредитация СМИ на выборах? Да, это тоже новое требование, которое у нас появилось в период данной избирательной кампании. Раньше не было того, что... Не было, да. В этом году были внесены изменения до начала избирательной кампании. В чем суть? Суть состоит в том, что представителям СМИ по-прежнему открыты двери на все наши заседания, всех избирательных комиссий, которые проводятся до дня голосования. То есть эта деятельность осуществляется представителями СМИ, как и ранее, в обычном порядке. Они вправе присутствовать на наших заседаниях. Мы всегда рады вас видеть на наших заседаниях. Но что касается дня голосования и той работы, которая осуществляется участковыми комиссиями, территориальными комиссиями, непосредственно, день голосования, подведения итогов, подсчета голосов, то для представителей СМИ, для того, чтобы присутствовать непосредственно в этот период в избирательных комиссиях, необходимо пройти аккредитацию. Да, у нас на протяжении длительного достаточно периода, где-то два месяца занял период разработка этого порядка. То есть аккредитация есть, тебя пропустят на избирательные участки, аккредитации нет, тебе скажут, извините, нужно было раньше тогда об этом. Да, вот как мы будем определять наличие аккредитации, это определяется очень просто по наличию у представителя СМИ аккредитационного удостоверения, которое будет выдаваться как раз областной избирательной комиссии. Здесь надо сказать, что долго обсуждался этот порядок, и тот порядок, который был принят в окончательной редакции, он максимально лояльный, он максимально простой. Там прямо зафиксировано, что аккредитация носит уведомительный порядок. В принципе, это не значит, чтобы сразу сказать, что там кого-то пускают, кого-то не пускают. Бог ради, пускают всех, только заранее получить аккредитацию. Да, и период аккредитации у нас начнется с 28 августа, продлится до 14 сентября. Поэтому времени более чем достаточно. При этом предусматривается возможность подать документы не только в бумажном виде, но и в электронном виде, на адрес нашей электронной почты. Поэтому те представители СМИ, которые заинтересованы, могут зайти к нам на сайт. Там в баннере «Подготовка к единому дню голосования» висит еще отдельный баннер, который как раз... Вы избежали никаких, чтобы после выборов кто-то не стал кричать, что его не пустили, где же у нас демократия. Месяц там был впереди, можно было за... Да, при этом все-таки нужно учитывать, что те аккредитационные заявки, которые будут подавать главные редакторы, либо соответствующие должностные лица организации телерадиообещаний, они, включая перечень тех лиц, которые хотят аккредитовать, они, подписывая его, берут на себя всю ответственность за то, что эти лица соответствуют требованиям, которые предусмотрены законом. А это, по сути, одно требование. Те лица, которые включаются в аккредитационную заявку, должны состоять с редакцией, либо с организацией телерадиообещаний в трудовых отношениях, либо в гражданскоправовых. Причем по состоянию на 16 апреля. То есть не позднее, чем за два месяца до назначения выборов. С улицы никто не попадет. Ясно. Хорошо. Спасибо вам большое. Время сегодня подошло к концу. Но, в принципе, мы каждую пятницу собираемся, обсуждаем предстоящие выборы. Так что поговорим все равно обо всем. Спасибо. Единственное только хотелось напомнить, что существует и радиоверсия программы, так что всегда можно и прослушать, о чем говорят. В эфире Самарского губернского радио 21.00. Спасибо. Спасибо.